По прогнозам Министерства земледелия в этом году ущерб латвийских крестьян может составить около 400 миллионов евро. Доходы от реализации зерновых культур и рапса по сравнению со средним объемом доходов за предыдущие три года могут сократиться на 27%, что составляет 137 миллионов евро. Но если в прошлом году поля заливали дожди, то в этом зерновые и бобовые культуры пострадали от продолжительной летней засухи. Об этом шла речь в Илуксте. На семинаре, организовано Министерством земледелия Латвийской Республики, на котором обсуждался также вопрос о будущем сельского хозяйства Латвии. Прошлый год был очень мокрый. Я бы сказал, что как раз в Латгалии, в этих 29 регионах, это была катастрофа. Это не просто дождь шел, но в этом году засуха. На данный момент мы подали заявление в Евросоюз, оценили убиток. Это где-то между 370 и 400 миллионов евро. Но посмотрим, как Европа отреагирует, потому что мы не одни, там около 11 государств. Ну и мы тоже обращаемся к нашему правительству. Гунтер Смелнис, руководитель Даугупилского бюро Латвийского центра сельских консультаций и образования, отметил, что несмотря на государственную поддержку, сегодня крестьяне больше полагаются на себя. Проливные дожди, засуха – вот главные наши проблемы на сегодняшний день. Повлиять на природу мы не в силах, поэтому нам нужно понять, можем ли мы приспособиться к этим обстоятельствам. Можем ли мы сами снизить эти риски или же нам необходима помощь со стороны. Сложившаяся на данный момент ситуация говорит о том, что в будущем крестьянам все-таки придется больше полагаться на себя, оценивая эти риски, и самим думать о том, как действовать в той или иной чрезвычайной ситуации, чтобы по возможности сохранить свое крестьянское хозяйство и сделать его прибыльным. В настоящее время Латвия изучает пример Эстонии и Литвы. Насколько он будет приемлемым для нас, покажет время. В Эстонии правительство выделило через одну финансовую институцию деньги, как кредит на оборотные средства. Литва поступила проще, Литва сказала, что есть страхование. Кто застраховался, пожалуйста, через страховку получайте деньги. Кто нет, думайте, что надо делать дальше. В Латвии в этом варианте страховка не имеется такая, но в Латвии уже давно есть возможность получать через Алтумс оборотные средства, и при том там есть немножко государственная поддержка насчет кредитных процентов. Но на данный момент, сколько я знаю, активности никакой нет. Как и в прошлом, так и в этом году Министерство земледелия в беде крестьян не оставит. Вопрос о выплате компенсации в повестке дня уже значится. На данный момент я не могу сказать, что уже полностью определено, что будет. Но, конечно, мы продолжаем наши усилия, чтобы они были. В рамках семинара был поднят вопрос и о перспективах развития латвийского сельского хозяйства в будущем. В каком направлении будет развиваться отрасль после 2020 года, и на что уже следует обратить внимание крестьянам, строя планы на ближайшую перспективу. Мы ездим по всей Латвии и рассказываем владельцам крестьянских хозяйств о новой сельскохозяйственной политике Евросоюза с 2021 по 2027 годы. Автором этого документа является Европейская комиссия, которая выдвинула его на всеобщее обсуждение. Сегодня нам важно понять, насколько она приемлема для Латвии, и что бы нам хотелось в этом документе возможно изменить. Несомненно, будущее у латвийского сельского хозяйства будет. И в рамках реализации новой сельскохозяйственной политики Евросоюза эту важную отрасль народного хозяйства Латвии мы будем только укреплять, развивать и способствовать тому, чтобы сельские жители оставались дома, а не уезжали в поисках работы за границу. Для справки. В настоящее время в Латвии зарегистрировано 60 тысяч сельскохозяйственников. Большинство из них – это малые и средние крестьянские хозяйства. И, как отмечают специалисты Министерства земледелия, государство заинтересовано в их развитии и поэтому оказывает им содействие в реализации их планов.